Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и очередной мукбанг! Сегодня у нас, можно сказать, в какой-то степени видео пробую впервые. Я сегодня впервые буду пробовать помелу, хотя мама со мной спорит, что когда-то я ее кушала. Но я со стопроцентной уверенностью могу вам сказать, что ни разу, никогда я помелу ни в кадре, ни за кадром не пробовала. Я даже не знаю, как ее разделывают и как правильно кушают. Кстати, видео тоже не посмотрела, так что будем вместе учиться, если вы тоже не пробовали. Также у нас здесь японские сладости мочи, или мочи, как правильно, они готовятся из рисовой муки. Выглядят очень аппетитно, их было изначально 8 штук. За кадром 4 штуки я уже покушала, в своем азербайджанском инстаграме вам показала. Действительно очень-очень вкусно, это прям, знаете, топ 10 из 10, настолько мне понравилось. Но до этого я, кстати, их не пробовала. Мне почему-то казалось, что это не очень вкусно. И также у нас моя любимая паста со сливками и с креветками. И креветок я добавила очень много. Я люблю, когда креветок много. В основном в заведениях, как правило, вот я заметила одну особенность. Если заказываешь пасту с креветками, сверху стоят 3-4 креветочки и все. А я люблю, когда креветок много. Поэтому готовя ее дома, всегда добавляю очень много креветок. Давайте в этот раз начнем, пожалуй, с десерта. Ссылочку на такие прекрасные сладости я обязательно вам оставлю внизу, в описании под видео. Переходите и тоже заказывайте. Вот этот розовенький, он с малиной. Мягенький. Просто нежнятина. Не сильно сладко. Прямо самое то. Был еще один такой оранжевый. Это, я так понимаю, с бананом. Кстати, его я за кадром не пробовала. Попробуем. Невероятно просто вкусно. Все, это теперь моя любимая сладость. Хочется, конечно, доесть до конца. Но мы с вами должны попробовать обязательно по мылу. И мы с вами должны поесть пасту. Просто хотела чисто монтий попробовать. Но тогда бы стол получился полупустой. Поэтому решила еще добавить пасту. Очень люблю готовить пасту. Прямо знаете, 5-10 минут и готово. Прекрасное блюдо. Убажаю. Не было сыра. Но если сюда еще добавить сыр, получается вообще очень вкусно. Это, кстати, специальная такая лапша от Роллтон. Очень вкусная. Не могу сказать, что я прям сильно голодная. Я уже давно ставила пост. Последняя фотография в моем инстаграме. И просила вас позадавать интересные вопросы. И здесь почти 180 вопросов. На которые я не ответила. На часть, конечно, ответила. Но часть все-таки осталась. Поэтому хочу, чтобы ваши вопросы не остались без ответа. Поэтому давайте поотвечаем. Такой вопрос задает Катерина Горощук. Скажи, пожалуйста, про свою родину. Моя родина – это Азербайджан. Несмотря на то, что я не азербайджанка, мои деды, прадеды, прапрапрадеды всегда всю жизнь жили в Азербайджане, в кусарах. Моя национальная сия лезгинка получается. И половина лезгинов, они живут в Дагестане. Дагестан находится в составе Российской Федерации. А половина живут в кусарах. А кусары – это в составе Азербайджана. Так что я живу на своей родине, но не совсем прям на родине. В кусарах я была всего, наверное, несколько раз. И, к сожалению, каждый раз на похоронах. Вместе с бабушкой. Моя бабушка и дед, они поженились. Всю жизнь жили в деревне под кусарами. Но так получилось, к сожалению, что мой дедушка заболел. У него была онкология. Врачи сказали, что нужно поменять климат. И вот тогда я вам, в принципе, рассказывала про это. Они переехали в другую зону. Мой дед скончался 35 лет назад. И это было до моего рождения. Естественно, уже скончался в новом доме. Врачи не утверждали, что как бы смена климата излечит его полностью. Просто они говорили, что он проживет больше. Но не получилось. Поэтому в кусарах я бываю крайне редко. Для папы эти места они какие-то родные. Он очень любит кусары. Каждый раз, когда мы едем туда, он мне рассказывает всякие истории, что вот здесь за углом его избили, там за углом, не знаю, какие-то хорошие моменты произошли в его жизни. Так что кусары можно назвать чисто моей такой исторической родиной. Но в последний раз, когда я там была, меня очень часто узнавали. Это было очень приятно на самом деле. Скорее всего, это связано с тем, что лесгины в 90% случаев знают по-русски. И поэтому, следовательно, они смотрят мой контент. А в Баку очень много есть людей, которые просто по-русски не говорят. именно поэтому я завела еще инстаграм на Азербайджанском, чтобы охватить всю аудиторию русскоязычную, те, кто не знают по-русски. Вот. Люблю я кусары, но редко там бываю. Когда я была последний раз на похоронах брата бабушки. Он скончался где-то за... Я очень извиняюсь, что эта флешка меня конкретно подводит. Дело не в камере, а именно во флешке. Там, походу, какой-то вирус. Сама по себе она выключается, камера. И пишет, нет доступа к флеш-карте. Такое у меня было совсем дешевыми флешками. Ну, в общем, на чем мы с вами остановились. Вы знаете, что какую-то часть своей жизни я прожила в России, но я не могу назвать Россию тоже своей родиной. То есть, она не стала мне родной за эти годы, честно. Для меня самое родное место это место, где я родилась. Это вот эта деревня, этот старый дом, эта атмосфера. Я, правда, нехорошо помню эти моменты своей жизни, потому что была совсем мелкая. но я вот это все помню. То, что мама рассказывала, как они с папой поженились, это был уже распад СССР, нигде нельзя было найти ни мебель, ни свадебное платье. Было очень сложно сыграть свадьбу, потому что везде всего не хватало. Вот эта вот деревня, деревенский дом, он мне настолько родной. Хоть, знаете, дом старый, мне он кажется таким атмосферным, таким уютным. уютным. Не знаю, я его очень люблю, этот дом. Там есть даже моя колыбелька, которую я всегда хочу показать. Мама говорит, не позорь меня, не надо это публиковать. Поэтому вы не видели мою колыбельку. Давайте уберем и перейдем теперь к самому интересному. Странно пахнет. Ой, господи. Давайте я попробую за кадром разделать и вернусь к вам. Мои хорошие, я не знаю, может быть, мне попалась какая-то нехорошая помела, потому что она пахнет очень круто, но на вкус, не знаю, мне совершенно не понравилось. Чем-то напоминает грейпфрут, прям крепкая. Горчит и совершенно невкусно. Прям совершенно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, я точно съесть не смогу. Смотрите, в каком состоянии. Совершенно не сочная. Либо мне попалась нехорошая, либо просто этот фрукт мне не по вкусу. Обязательно пишите в комментариях, будет очень интересно почитать. На этом, пожалуй, все. ссылку на японские сладости я вам обязательно оставлю. Переходите, подписывайтесь, заказывайте, пробуйте тоже. С вами была Айка. Пока. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода.